Ну а теперь самое интересное. Музыку можно сделать чуть подробнее. И музыка, звук подробнее. Я хочу пригласить на эту сцену никого-нибудь, а никого-нибудь. Это суть мнения экспертов. И кто же первый эксперт у нас? Первый эксперт Володин. Володшин Владимирович. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо организаторам этого мероприятия. Большие молодцы. Собрали такое большое количество людей. Качественная подача, качественный контент. Я точно помню, что я год примерно собирался зайти к тебе. Два с половиной ты собирался ко мне зайти. Наконец-то я здесь. Я не разочарован тем, что здесь происходит. В качестве экспертов я не буду сейчас давать какую-то оценку конкретным проектам, которые сегодня звучали на этой сцене. Наверное, я расскажу об общих рекомендациях для тех, кто выступал и для тех, кто собирается выходить на эту сцену в будущее. За последние два года подготовили большое количество стартап-проектов именно подпичь на три минуты. Поверьте, это жуткий стресс для того человека, который оказывается здесь. И если он не тренировался, не готовился и не писал свой скрипт и текст каждому слайду, фейл гарантирован. И сегодня было несколько проектов, которые даже в четыре минуты не смогли дойти до самого главного. А самое главное всегда остается на последних слайдах. Это финансы, результаты и какая инвестиция, собственно, требуется. Поэтому, возвращаясь в самое начало, хотелось бы сказать, что практически все проекты сегодня совершили классические ошибки. На один слайд 30 секунд. Пытались впихнуть всю жизнь своего проекта, которая, в принципе, не должна звучать совсем. Нужно дать топ-лайн по проекту и оставить уважаемых экспертов и инвесторов немножко голодными. Пусть они вам начнут задавать вопросы, если ваш проект действительно заинтересует. На три минуты мы обычно готовим всегда шесть слайдов. Первый слайд. Кто мы и чем занимаемся? Сегодня некоторые даже забыли представиться, как их зовут, и назвать еще раз свой проект или бренд. Второе. Какую проблему решаем? Один только проект сегодня прямо звучал, как скрипка, и потом сказали, что, понятно, учился во фри, в старт-трек, и это чувство, действительно, подготовка. Третье. Рынок и наши конкурентные преимущества. Очень много сегодня было эмоций о проектах, слов, букв, крупных таблиц, чего-то абсолютно непонятного, и очень мало звучало как раз по сути больших цифр и, самое главное, оценки той ситуации, в которой вы находитесь. Четвертое. Бизнес-модели, наша команда. Некоторые даже не показали фотографии тех людей, которые с них сегодня работали. Другие показали фотографии мелких своих людей и еще меньше написали, чем эти люди занимаются. Пятое. Финансовые перспективы и объем требованных инвестиций. Не все проекты сегодня дошли прямо до этого слайда. Некоторых пришлось даже останавливать и говорить, ребята, все время вышло. Но на самом-то деле это ради этого сюда мы и выходили, для того, чтобы поговорить об этом. Соответственно, еще некоторые замечания или рекомендации. Еще никто никогда в этой жизни не жаловался на крупный шрифт. Поэтому пожалейте, пожалуйста, инвесторов и экспертов, уберите все эти адские таблицы, которые говорите, что они не имеют смысла показывать, и замените их на одну большую красивую цифру, которая будет видна людям вот в тех рядах. Дальше. Контакты и сайты. Мы рекомендуем все-таки их как можно чаще дублировать, потому что это можно было увидеть только на последнем слайде. По-хорошему это должно быть на каждом слайде. Если мне ваш проект заинтересовал, я могу вернуться на любую страницу и, собственно, забрать контакт, с которым с вами связаться. Только один проект, с моей точки зрения, подготовился реально хорошо и знал целевую аудиторию, в чьи уши они собирались вкладывать информацию. Этот проект четко сказал, кому он сегодня хочет пойти, и показал большой логотип, и сказал, что это будет самое главное для меня. Я не про инвестиции, а про то, чтобы работать с этой технологией, с этим клиентом. Но зачастую мы очень часто ошибаемся, просто предлагая свой проект и не изучая профайлы тех инвесторов или экспертов, которые находятся. Сегодня было хорошо, много технологий. Обычно бывает это редко. И, конечно, вот проекты такие, как «Бабушка на час», это прям беспройбышный вариант, когда социальная тема еще завернута в бизнес. Да, ну и, безусловно, там, браво человеку, девушке, которая презентовала, чувствовала, что там она это делала уже несколько раз, и я думаю, что даже выигрывала, возможно, какие-то. Ну и, собственно, репетиции, репетиции, репетиции. И хочу сказать всем огромное спасибо выходившему эту сцену. Ребята, вы молодцы. Желаю так, чтобы ваши проекты развивались, и сегодня вы не ушли с этого корабля без необходимых инвестиций от наших уважаемых инвесторов. Спасибо большое. Владимир Волошин. Сергей Дашков. Я, кстати, надеюсь, что шоу тебе понравилось, и что в следующий раз ты будешь тоже с нами уже в пуле инвесторов. Обязательно. Заработаешь следующие, там, миллион долларов, и обязательно тебя думают. Какая-то, хотя бы десять. А, ну, я, честно, тоже, как эксперт собирался, рассказать про то, что мне понравилось, не понравилось, и чем, но после того, как предыдущий коллега... Володя. Я уже, Володя, мне нечего, на самом деле, добавить. Я могу только просто очень гордко сказать вот то, что свои выводы. Хорошо питчились, на мой взгляд, только две команды. Это «Бабушка на час» и «Фарадейз». Все остальное, ну, у вас никак нет шансов фильм забыть. Ну, если вы не измените свой питч. Я не про бизнес, я не про... Надо уметь продавать. Слава. Значит, я могу сказать, что можно я как бывший или будущий инвестор скажу, что мне понравился больше всех «Парадейз» и «Шоу Каст», как ни странно. Но в обоих бы бизнесах я бы изменил бы бизнес-модель полностью. Если ребята подойдут ко мне, я скажу, что я об этом подумаю. Подойдут, конечно. Очень понравились ребята своей упертостью. Это очень сырые молодцы ребята, которые формула «Ви». Таких сейчас команд очень много, все бегут в этом направлении, там много бабок. То, что вы упертые, это вот первое необходимое, но недостаточное условие. Молодцы. Вот, первое у вас есть, но дальше вам надо очень сильно бежать. Что еще? Про блокчейн я не буду говорить некомпетентен. Может быть, это прекрасно, может, нет. А очень антропологический действительно у меня интерес возник к этой модели недвижимости. по суточной оплате. Если есть такое количество людей, которые сутками готовы покупать, может быть, вы что-то знаете, да? Чего не знаю я, но это прекрасно. Это был бы действительно прекрасный и потенциально большой бизнес. Если это есть. Что еще? Все. Вообще, отличная организация. Караба, прекрасные виды и молодцы команды. 3D Москва. 3D Москва, да, классно. Спасибо тебе большое, Сергей. Кстати, вот мне лично очень приятно. Да, ждать я приглашу тебя на сцену. Дашь, иди ко мне сюда подходи. Также хочу пригласить нашу команду. Так, ходи. Тоже ко мне, пожалуйста. Вид только бы. Дарья Мартыненко, соорганизатор, совладелец, соучастник этого преступления. Дарья, Анна, наши... Так, где еще наши девушки? Где у нас Полина и Татьяна. Представляете, как мне приходится сложно с ними работать? То есть, одного мужчине, как сказать, мужчина с Марса, женщина с Венеры. Вот, постоянно такие у нас там волны какие-то космические проходят. Ну, Даш, тебе слово. Друзья, ну, спасибо всем огромное, да, что мы все здесь собрались. Спасибо Михаилу Кучменту. Ну, это прям отдельное спасибо, да, Михаилу Кучменту. Мы с ним очень-очень долго там созванивались, списывались. В итоге он с нами. Спасибо, Михаилу, огромное, что вы посетили наше мероприятие. Вот. Конечно, спасибо инвесторам, все, кто новенькие, все, кто старенькие, все, кто нас поддерживает, инвестирует в проекты, поддерживает наши проекты, которые мы приглашаем на наше мероприятие. Владимир, учтем ваши комментарии. Спасибо огромное. Ну, и, конечно же, без своей команды мы бы не справились. Сегодня хочу сказать спасибо своей команде, Полина, Аня, Татьяна, которые огромные молодцы. Кстати, все девушки не замужем. Да, кстати, девушки не замужем, да. Очень много потенциальных инвесторов. Инвестируйте в материальные инвесторы. Да, не стесняйтесь. Друзья, спасибо огромное. Девочки, что-нибудь скажете? Я благодарю всех зрителей, всех гостей, которые сегодня посетили наше мероприятие. А мы не закончили еще. Которые посетили сегодня все наше мероприятие. И, конечно же, будем рады видеть вас в марте, в марте, да, на следующем месяце. В марте, да, вы каждый месяц. Да. А в апреле в Дубае, welcome всем. Да. Добро пожаловать в стартап-шоу. Спасибо, дорогие друзья. Там что-нибудь скажешь, да? Я хочу всех призвать следить за нашими анонсами, потому что впереди очень-очень интересные супер-гости и стартапы. Кстати, вот эта девушка, она как раз и прорабатывает супер-гостей наших, так что она знает, кто у нас там 33 номер Forbes, да, там, 4 номер Forbes, да? Да, да, да. 33 тоже в перспективах ближайшие месяцы. То есть у нас сейчас прям фарбсы пойдут. Михаил, вы скоро будете в фарбсе, вот, можно узнать? Ну, вот прям вот, там, пятерки фарбса, вот, там, через 5 лет, там, через 10, когда у вас в фарбсе топ-5? Ну, нет такой задачи просто. Я никуда не оторопимся. Сейчас, ты знаешь, после последних событий приятно быть вне списка фарбса. Я именно поэтому в кэш две недели назад и ушел. Просто пошел в Сбербанк, снял весь нал, в Альфа-банк весь нал. И вот теперь я хожу с полным пшельком денег в кармане. Потому что просто, ну, невозможно с этим пластиками, а потому что надо, так сказать, не обеляться, а очерняться. Поэтому всех призываю уходить, так сказать, делать кэш-аут в полный, да. Биткоин? Ух, ховкоин? Кстати, вот ховкоин, вот ховкоин будет действительно более интересно уложить. Там есть, чем подкреплен актив, скажем так. Полина? Наш юный сотрудник, Полина. Полиночка, тебя зовут. Мы так рады вас видеть. Все такие красивые. Спасибо, что пришли. Все, всем спасибо, продолжаем шоу, девушка, присаживайтесь.